Как иметь успех у прекрасного пола? Как часто видим мы очень интересных молодых людей. Красивых, изящных, но увы, они не имеют никакого успеха у женщин. И наоборот, не встречая его рыжих, веснышных молодцов, с кривыми ногами и расключенным носом, которые имеют все-таки прекрасного пола, бешеный, потрясающий успех. А почему? Да очень просто. Первое, красавцы. Не знаю, с какого боку подойти, как взяться за дело. Второе же, кривоногие, обладают этим священным даром. И вот я решил пойти навстречу назревшим нуждам неопытных красавцев. Кривоногие же предыдухи без меня обойдутся. И моим советы не нужны. Они и сами могут много чего мне посоветовать. Влюбившись, вовсе не нужно моментально напяливать фрак, белый галстук, зажимать в мокрое отволнение руки руки цветов и, явившись к предмету своей страсти, приклонять перед ней колено со словами. Ангел мой, я не могу жить без тебя. Будь моей женой. Что вы, помилуйте, да я ведь замужем. Я вас развею с мужем. Но у меня дети. Детей отраил, новый будет. Глупо и глупо. Женщина никогда не клюнет на такую примитивную приманку. Вот как сделает. Явитесь в сумерки с визитом к дорогой вашему сердцу женщине. Припудрившей лицо и подъедя глаза журнаной пробкой, явитесь и севшим в уголке забрите. Что это вы сегодня такой грустный? Спросит хозяин. Так, знаете. Нет, нет, лучше не спрашивайте меня. Дела плохие. Что для меня дела? Я о них даже и не думаю. Что-то вы сегодня бледны. Всю ночь не спал. Бедный. А почему же? Вы мне снились всю ночь. Я вам снилась? Задумчиво скажет она. Вот странно. И довольна на сегодня. Конец. Маленькая крыла, какая зацепка уже сделана. Уйдите, оставив ее задумчиво. Через пару дней на третий смело входите и говорите, как вы на первый взгляд, странную фразу. Мэри, что вы со мной делаете? А что такое? Что я с вами делаю? Посмотрите на меня, вы видите? Да. Вид у вас неважный. Но разве я виновата? Вы виноваты только вы. Вы прибавите ночь к моему из головы. Маленькая крыла, я больше так не могу. Боже мой. Мне с тобой тяжело, что вы так мучаетесь. Слышите? Слышите, слышите? Ей тяжело. Значит, она вам сочувствует. Значит, она, как говорят профессиональные рыболовы, зацепилась на крючок. В этот момент я подхожу к самому деликатному вопросу, о котором при всей моей застенчивости трудно их словом умолить. Вы должны ее поцеловать! Только ради бога, не сразу. Не обрушивайтесь на нее, как лови. Тихо, деликатно. Возьмите ее за руки. Привезьте свои глаза к ее глазам. Почему? Что же дальше? Ближе. Загляните в таинственную бездну ее глаз. И вот в этой позиции сразу не разберешь, вы ли ее поцеловали, или она вас. Конечно, дальнейших советов я давать не могу. Я слишком скромен для этого. Вы даже поцеловав ее, можете уйти домой и на этом успокоиться. Однако помните, это будет через чужие стопы. Спасибо.